Дмитрий поддерживал Савченко, я видела интервью, он сказал, что она волевой человек, в ней есть стержень, но меня очень мучает такой вопрос. Ведь согласитесь, малообразованно, вульгарно, некультурно, ничего не понимает в управлении, и самое главное, ее высказывание о еврействе на одном из каналов, это просто жах, жах, она рука неподаваема не только у нас, но и во всей Европе. А Дмитрий Гордон сказал, что вот в ней есть стержень, какой стержень? Пусть он, пожалуйста, объяснит, я не понимаю, не понимаю, настолько глубоко эрудированный культурный человек, и поддерживать Савченко, говорить, что она хороший человек. Ирина, все, принято, услышали, извините, да, чтобы недолго это было, да, спасибо вам. Очень умный вопрос. Такие у нас телезрители. Очень умный вопрос. Я отвечу не максимально искренне, а просто искренне, я иначе не отвечаю. Из-за этого много врагов себе наживаю, но тем не менее. Всю жизнь меня тянет, тянет к ярким людям. Мне они интересны. Я открываю их с помощью своих интервью. Мне не интересны пресные люди, никакие. Мне интересны люди, у которых есть идеология, философия, глубина, которые могут меня научить чему-то, которые могут научить моих зрителей чему-то. Надя Савченко одна из них. Она очень нестандартный, неформатный, не похожий на других человек, со стержнем, с своим ощущением справедливости. Я провел с ней немало встреч. Она живой человек, она не функция, она не фальшива, как практически все наши политики. И даже то, что она смогла на моем дне рождения выйти танцевать под Верку Сердючку, эти кадры обошли весь мир. Надя Савченко танцует под Верку Сердючку на дне рождения Гордона. Говорят о том, что она живая. Теперь, что касается ее взглядов. Это я сказал о ней, как о человеке. Теперь я говорю о ее взглядах. Ее отношение к евреям мне не нравится. Но она ради справедливости потом объяснила эти слова. О чем я ей сказал. Хотя она говорит, я не антисемитка. То, что она пыталась взорвать пол Киева, я в это не верю. Я очень хочу поговорить с ней лично. Меня к ней не пускают. То, как она видела устройство Украины, мне не нравится. О чем я ей говорил неоднократно. Она идеалист, она романтик. Она Жанна Дарк. В то, что она агент России, я не верю. Она многогранна, она непроста. Там нельзя сказать, вот белая или черная. Она разная, она не похожая на всех. Она заставляет о ней говорить, о ней думать. И я думаю, что она еще своего слова не сказала. И вот вы сказали, Дмитрий, что искренне ответите на этот вопрос. Мне кажется, это слово отчасти характеризует и надежду. Я тоже с ней много общался, как в эфирах телевизионных. Это правда. И после. Вот она искренний. Это правда. И человек, и политик. Это правда. И возможно от этого и страдает отчасти. Это правда. И у нас с ней очень жаркие баталии были. Очень жаркие. Но она живая. С ней, знаете, вот Михаил Добкин передо мной был. Ну мне его взгляды просто не нравятся аж очень сильно. Но он живой. С ним можно разговаривать. У него своя правда, у меня своя. И не исключено, что есть еще третья правда. Вот я люблю таких людей, с которыми можно говорить и у которых есть своя идеология. Добкин не фальшивый. Нет. Сколько угодно можно говорить. Что он в душе сепаратист. Что он русский мир любит. Условно говоря. Я так с потолка сейчас беру обвинения. Но он не фальшивый. Он не дутый. Он не надутый, как многие наши политики. Их искусственные рейтинги им надувают, надувают. Поэтому мне такие люди, как люди, нравятся. Он интересен. И Савченко интересен. Привет большой. А Юрий Бойко не интересен. Вот не интересен и все. И ничего плохого про него сказать не хочу. Он просто не интересен.